Препарат на основе ферментов, которых не хватает организмам как Даши, так и Захара, дорогостоящий. Необходимо 50 миллионов в год на одного ребенка. Его закупка по закону финансируется из регионального бюджета, но в Забайкальском крае лечения дети не получают. И дело, говорят, в Минздраве не в деньгах, а в повышенных рисках. В октябре прошлого года в Чите состоялся консилиум местных врачей, который вынес решение не назначать препарат детям. В заключении врачей написано, риски выше, чем польза, и качество жизни детей лекарство не улучшит. Так ли это на самом деле, мы спросили у компетентного специалиста из Кургана, который обследовал и лечил Захара Эмельянова. Встречаясь на конференциях со многими коллегами, мы отмечаем, что пациенты, данная группа пациентов, им необходима фермент заместительной терапии. Есть доказательная база на то, что действительно фермент заместительной терапии улучшает как качество, так и продолжительность жизни данных пациентов. Местные врачи отмечают, что введение препарата возможно лишь в условиях реанимации, а за ребенком необходимо круглосуточное наблюдение в стационаре. На счету Полины Очировой лечение 11 детей с аналогичным заболеванием. И она с заключением регионального консилиума не согласна. По всем протоколам международным первое введение происходит в условиях реанимации, остальные введения просто в стационаре. Наша область имеет опыт введения фермент заместительной терапии. Три пациента у нас капаются спокойно в педиатрическом отделении, то есть не наблюдаются ни реаниматологом, то есть это все под наблюдением педиатра и медицинской сестры, процедурной сестры. Родители Даши и Захара имеют четыре заключения специалистов Федерального центра о назначении детям жизненно необходимого препарата Вимизайма. Забайкальские врачи считают иначе. Вполне закономерный вопрос возникает у юриста из Санкт-Петербурга Кирилла Куляева, который ведет судебные процессы семей. Почему специалисты районных больниц Забайкальского края, не имея опыта лечения пациентов с мукополискредозом четвертого типа, игнорируют просьбы родителей о привлечении в состав врачебной комиссии специалистов федеральных клиник, у которых, напротив, есть опыт лечения, есть опыт введения пациентов с таким диагнозом, причем из разных регионов. Смертную казнь в России давно отменили, но надо признать, что отказать ребенку в лечении тоже вынести смертный приговор. Только преступники злодеяния совершали, а ребенок ничего плохого никому не сделал. Добиваться медицинской помощи забайкальским детям приходится через суд. Мы со своей стороны от организации также направили ряд обращений в федеральные органы исполнительной власти, в том числе и в адресу полномочия по правам ребенка Российской Федерации. Досадно, что для детей с редкими заболеваниями имеет значение, в каком городе и регионе ты родился. Для решения вопроса специалисты Центра экспертной помощи «Дом редких» планируют создать на базе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае рабочую группу с привлечением специалистов Федерального центра.